Дорогие друзья, мы посмотрим с вами великолепную победу китайского гроссмейстера Дин Лежене, чемпиона мира, над другим шахматистом из Китая, гроссмейстером Ба Джин Джи. Они играют в чемпионате Китая 2017 года, разыграна защита Немцовича, один из многих вариантов ее, и немедленным ходом С5 Дин пытается воздействовать на центр с одной стороны, где-то есть идея пойти Ферзь А5 и надавить на С3. Белые спокойно очень отвечают в этой позиции на такую историю, но после хода СД как-то привычнее взятие на Д4 пешкой, а вот они берут Ферзем. Разумеется, у этого хода есть свои преимущества, потому что Ферзь как-то воздействует на линии Д, там же может воздействовать и ладья, какое-то, конечно, давление у белых здесь может присутствовать, но никто не отменял того, что Ферзя в начале партии выводить опасно и из-за попадания под темпы. Именно это и происходит. Захвачен центр, белые пытаются его продавить, то есть обе стороны играют очень принципиально, и Дин Лежень бесстрашно идет на риф, то есть он двигает пешки от короля и продолжает посредством конь Е4 доказывать, что все-таки какое-то положение белого монарха в центре и плюс как-то недостаточное развитие фланга, все это следует покарать. Но если этого не сделать, то в какой-то момент можно оказаться у разбитого корыта, так как тоже ослаблены позиции черного короля. Значит, конь Д2, конь С5, Ферзь С2, и вот он переходит эту самую линию, он переходит границу, вызывает осложнения, и после хода конь Ф3 оказывается под связкой, следует предъявить какие-то аргументы. Это он делает посредством продвижения другой пешки, но вызов принят, она погибает, теперь пешка на Д4 находится в смертельной опасности, но вот, пожалуйста, на, так сказать, алтарь атаки приносится в жертву целый Ферзь, то есть съедается Ферзь, съедается Шах. Ну и вот здесь белые совершают, как выясняется уже в анализе с компьютером, серьезную ошибку, им следовало пойти в эту позицию ладья Д2, и, как очень часто бывает, когда начинаешь анализировать все с компьютером, то для компьютера здесь ответ очевиден. В осложнениях нули, равенства. Ну, мы с вами не будем пытаться даже как-то вникнуть в эти сложнейшие варианты, которые здесь возникают. Понимаем, что чисто зрительно белым было страшно стоять под такие связки, и они подумали, что после хода короля Е2 король сумеет убежать. Но вот оказывается, что убежать он не сумеет, несмотря на то, что удается уничтожить пешку Б2, крайне опасную. Конь черных подходит к королю и загоняет его на опасную клетку Ф3. И тут следует волшебный, магический, прекрасный, какой угодно, хотя и не сложный, в том смысле, что понимаем мы, почему нельзя его бить, ход ладья Д4, потому что будет просто вилка от коня, и, соответственно, будет потерян ферзь, да? Вот, поэтому создана угроза здесь матом два хода, то есть пешка готова пойти вперед, защита, возрождение угрозы, белые отступают, шаг сюда, и еще, пожалуйста, одно подставление ладьи под бой. Но опять нельзя бить эту ладью, то есть можно бить, но, соответственно, после ухода кони Е4, черные уже окажутся с решающими материальными приобретениями. Поэтому ферзь отходит, шаг, шаг, король загоняется почти-почти в гости к своему соседу, к своему визави, и этот самый визави делает шаг навстречу, но с отнюдь недружелюбными намерениями. Поле H8 освобождается, дорога к H8 освобождается для ладьи, и очень скоро возникает угроза уже мата. Белый ферзь врывается, и, казалось бы, он готов помочь, но уже поздно. Подключаются остальные фигуры, ладей идет на H8. Шаг, и красмейстер Бай Циньджи должен был признать свое поражение, потому что в сути взятия, значит, последует шаг, король пойдет, ну, допустим, на H5, и король G7 будет поставлен мат. Великолепная победа, большого мастера атаки, осложнений, на которые, конечно, обратил внимание шахматный мир, я думаю, что эта партия останется навсегда.